Как выяснилась, схема с повышением цен на топливо уже после проведения тендеров работает в Украине не первый год. Та же компания Trade Commodity уже фигурировала в скандале в 2016-м. Тогда речь шла о закупках дистоплива для Укрзалезницы. И это далеко не единственный случай. Больше в нашем материале. Сотрудничество Trade Commodity с Укрзалезницей не обошлось без скандалов. В ноябре прошлого года компания выиграла два тендера на поставку 40 тысяч тонн дизеля. Фирма тогда предложила цену на 100 миллионов гривен меньше, чем у конкурентов. Однако буквально через несколько дней в компании заявили, цены нужно повысить на 10% и подписали с Укрзалезницей новые договоры. Точно так же, как и в схеме отмывания денег для Минобороны. Подобный скандал с госзакупками в конце прошлого года произошел и еще с одним поставщиком топлива для Укрзалезницы. Компании ВОК Аэроджет. Фирма выиграла тендер на поставку 65 тысяч тонн дизтоплива по средней цене около 19 тысяч гривен за тонну. Однако уже в январе поставщик потребовал повысить стоимость более чем на 10%, мотивируя это ростом мировых цен на нефтепродукты. Хотя, по данным экспертов, они выросли в среднем всего на 3%. Таким образом, государство переплатило поставщику более 100 миллионов гривен. Этим скандалом также занимается НАБУ. Подобная схема используется не только при закупках топлива. В 2015-м скандал разразился вокруг закупок бумаги для Прикарпатского национального университета. Тогда, уже после проведения тендера, ВУЗ согласился заплатить поставщику наполовину больше. 120 вместо 80 тысяч гривен, якобы из-за роста цен. Однако бумага не дорожала. Повышать цены позволяет закон, если поставщик оправдает такую необходимость, представив данные о подорожании товара. Во всех этих случаях, если цены и росли, то затем снижались. Однако договоры уже не перезаключали. И государство переплачивало сотни миллионов, которые шли в чьи-то карманы.